всем привет вы находитесь на канале овражка life меня зовут наталья я живу в сибири в красноярском крае и по просьбе хотела показать своих цыплят и маленечко рассказать ну рассказ это будет такой как бы знаете разбор моих ошибок потому что в эту инкубацию ну вернее не в инкубацию а вот когда они у меня вылупились у меня есть ошибки я хочу рассказать как я разбираю эти ошибки и ну как бы почему они у меня произошли ну и для начала сразу покажу вам цыплят вот какие уже большие цыплята напоминаю что они вылупились 24 декабря вот уже будет почти три недели уже скоро на выходных значит в чем до хотела сказать а что еще хотел сказать что значит вылупилась у меня 38 цыплят на сегодняшний день у меня потери составили минус 6 цыплят и тугой сейчас у меня в наличии 32 цыпленка так вот я хочу рассказать как я проанализировала свои ошибки и какие я сделала для себя выводы и так ошибка номер один ну это основная моя ошибка она у меня будет наверное всегда я как бы о ней знаю но наверное ничего поделать с этим пока не могу то есть это в процессе вылупления да я часто заглядываю в инкубатор этого делать конечно же нельзя следующую инкубацию я попробую положить сверху какой-то какую-то ткань я прочитала такой совет какую-то ткань и под тканью чтобы воздух туда не заходил холодный под тканью вытаскивать скорлупу лишнюю чтобы она не закрывала выход цыплятам которые вылупляются вторая моя ошибка это вот видите пол у них сетчатый так вот для этого пола для сетчатого еще есть такая решеточка специально для маленьких цыплят в эту решеточку нужно высаживать цыплят буквально на третий четвертые сутки то есть они у меня 1-2 дня всегда были на пеленки на одноразовые потом я ее убирала и они у меня ходили на той решетки значит в эту инкубацию я просто забыла ее постелить и вот это вот решетка видите она достаточно крупная и я держала их на пеленках пока они не подросли соответственно у них у цыплят была возможность клевать свой помет я считаю это одна из грубейших моих ошибок в эту инкубацию в это в этот вывод значит поэтому думаю цыплята многие еще не окрепшие там клевали что попало и могли из-за этого могло послужить эта причина падежа какую еще я вижу ошибку то есть еще ошибка конечно же в кормлении не в самом комбикорме которые делала а в кормлении что я этот комбикорм как мне кажется слишком рано им дала то есть я вот всю неделю сидела изучала литературу специализированную и почти везде пишут что первые сутки двое предстартерное кормление да то есть нулевое да должно составлять легко усвояемая какая-то такая пища обычно это делают крошат желток ну как и я делала желток и с манной крупой смешивала еще его можно смешивать с дробленым геркулесом толченым и так думаю наверное это надо прокрутить в этой в кофемолке его и нежирный творожок и ну я делала желток в принципе с манкой я так делаю всегда и всегда было нормально но в этот раз мне кажется моя ошибка была в том что я его рано убрала что нужно было подольше хотя бы ну вот первый цыпленок вылупился ему было сутки хотя бы ну что первому цыпленку было уже двое суток а последним хотя бы полтора подержать их вот на этом корме я думаю что возможно это было причиной потому что все таки последние цыплята да они были еще слабоваты то есть я считаю вот эти вот которые у меня сейчас остались это те которые массово вышли сразу да и у них было время как бы обсохнуть и прийти в себя а те которые погибли я думаю что это как раз ну одни из последних цыплят которые в принципе еще внутренняя пищеварительная система нормально не сформировалась и вот они наверное не пережили я думаю это моя ошибка вот поэтому если как бы у кого-то есть еще какие-то варианты да пожалуйста поделитесь со мной потому что никаких заболеваний у меня у цыплят нет тем более от кокцидиоза я их уже пропоила вот пробиотики я им дала витамины я им дала то есть ну как бы но по ним и видно что они активные шустрые никакого никаких заболеваний у них нет вот как вы думаете в чем еще может быть причинам ну конечно 6 цыплят это не так уж и много да ну все таки всегда я как бы воспринимаю это близко к сердцу и как так сказать свое поражение да вот ну и мне я поражение конечно я не люблю хочется быть победителем всегда вот поэтому ну как бы вы видео такое коротенькое следующее видео я планирую выпустить о том как я делаю им комбикорм новый то есть тот был комбикорм достаточно питательный следующий комбикорм у меня будет немножко снижена питательность для того чтобы ну ну как бы положено цыплятам со временем снижать питательность комбикорм вот я буду делать им такой комбикорм и вам это покажу а сейчас у меня все всем всего доброго! Всем всего хорошего! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok